Я пересмотрел тут «Гостью из будущего» фильм «Завещание советского проекта», последний фильм, вы помните, когда стоит эта кучка детей, это же любимый фильм, насколько я помню, сейчас я проверю, или Арсенова, они у меня путаются иногда, но вот это важно проверить эту важную для меня вещь. Картина действительно потрясающая, стоят эти дети, и Алиса уезжает от них, улетает в будущее, и... Сейчас, 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 да, ну композитор-то я знаю, что Крылатов, Павел Арсенов, да, любимый и замечательный режиссёр, а «Спасение утопающих» это же тоже он, насколько я помню, «Спасить утопающего». И вот, короче, и «Король олень» он тоже, и вот в этой поразительной совершенно финальной сцене, когда стоят эти советские дети 1984 года и гости из будущего машут им уходя, столько беспомощности, столько жалкости в этой кучке школьников, и звучит прекрасно и далёко. Знаете, зло всегда притворяется жалким, и крестраж Вальдеморта, если вы помните, плачет в финале вот на этой сцене, похожей на вокзал, когда Гарри Поттер после смерти встречается с Дамблором, так условно говоря, и слышит рыдание, да, всё монструозное всегда превращается и притворяется, да, оно и превращается в жалкое, в старческое, в умоляющее. Это вот та тактика, к которой они всегда прибегают напоследок. И, конечно, когда советский проект, известный своей кровожадностью, своей беспощадностью, притворяется беззубым старцем и поёт нам детским голосом «Прекрасное далёко», это, конечно, выглядит давлением на слёзные железы. Но я всегда рыдаю, когда смотрю этот финал, рыдаю, во всяком случае, про себя, не всегда вслух. И я очень хорошо понимаю вот это состояние советского искусства. 70-е и 80-е годы были годами прозрений, годами взрослости, зрелости, годами удивительно зрелых и понятливых детей, и замечательное будущее могло быть у этих детей, просто их пополам перерубили. Кстати говоря, судьбы большинства юных актёров, там снимавшихся, были не очень-то, знаете, счастливыми, к сожалению, не очень жизнерадостными. И, конечно, замечательные песенки Давида Самойлова из фильма «Расмус», «Бродяга» в том числе. Мы не были оранжерейными детьми, нет, мы наоборот, мы много думали серьёзно. А вот что касается вашего вопроса, а есть ли у сегодняшних детей такие же потенции, сегодняшним детям не предлагают такого искусства, искусства такого качества. Где они увидят то кино, которое заставит их задуматься о смерти, о жизни, о смысле? Я не знаю сейчас подросткового кино, настоящего, серьёзного, в котором бы Давид Самойлов написал бы песню «Лохматая, хвостатая и четвероногая» или «Белый-белый будет снег, а Мартина будет прясть». Ну, кто вам это сейчас напишет? Спасибо. Спасибо.